Бизнес в инкубатор для оперения и самостоятельного полета. Вновь громко и торжественно заговорили об областном бизнес-инкубаторе. Сегодня 15 предпринимателей подписали договоры сотрудничества. Почему столько лет об этой организации не было слышно и как теперь планируют работу, узнали наши корреспонденты. Три галереи, из них две производственные и одна офисная. Аренда помещений на льготных условиях, безвозмездно предоставленная мебель и оргтехника. Предоставление налоговой, юридической и бухгалтерской базы. Все это для развития и процветания малого бизнеса. В прошлом году был принят закон по аренде областного имущества. И после этого это стало таким толчком, чтобы работа бизнес-инкубатора вновь стала полноценной. И сейчас сделан ремонт, как вы, я думаю, успели заметить. Действительно хороший зал и конференц, и комнаты переговорные, и все удобства для будущих и настоящих резидентов. Бизнес-инкубатор существует с 2005 года. У него уже есть своя история. Были жалобы тех, кто пришел сюда первыми, обещания не выполнялись, условия, в которых приходилось работать, предприниматели не устраивали. Все это в прошлом, уверен новый директор Павел Бородин. Кроме нового директора, по-новому называют и тех, кто пришел сюда начинать свой бизнес. Теперь это резиденты бизнес-инкубатора. В 2012 году было освежение состава правительства. Занимались другие люди этим делом. Почему они занимались, я, если честно, не знаю. Не занимались, точнее, а почему они внимание другим организациям уделяли. Освежение правительства произошло, повернулись лицом к системе бизнес-инкубирования, и, в общем-то, результат налицо. О малом бизнесе в инкубаторе и вне его, о том, как получают помощь инициативные и деятельные, и всем начинающим предпринимателям легко опериться под лампами областного инкубатора. Об этом поговорим с экспертами, бизнесменами и чиновниками в субботу в программе «Резонанс».